Привет, друзья, с вами я, Адриан. Сегодня будет видео, обзор моих финансовых решений и сделок за последние шесть месяцев. Итак, в первые три-четыре месяца у меня были финансовые очень большие потери. Но финансовые потери – это последствия, причин которых ты не понимаешь. Полностью неправильно вставишь, что после чего. В этом видео я наконец-то могу себе объяснить и громко говорить о том, как я попался на уловку. И почему я только сейчас понял, что это была уловка. Начнем с марта, когда начались военные ситуации в Украине. Для меня это была военная ситуация между США и Россией в Украине. У меня был список, о котором я говорил, где я добавлял все, что на сторону нарастания агрессии. Были более резкие санкции, финансирование на военную технику, отправка военной техники. Страны, которые поддерживают вот эту войну и помогают, чтобы этот военный конфликт стал сильнее и сильнее. Моя позиция открывать в рынке акции и позиции вверх исходила от понимания следующего. Военная ситуация – это одно из самых лучших поводов для того, чтобы начать печатать деньги. Почему вообще нужно периодически поводы, сильные поводы, чтобы сильно печатать новые средства? Потому что вся финансовая система, которая существует в центробанках, она держится на том, что нужны новые долги. Если не будет новых долгов, финансовая система рухнет. Почему нужно больше долгов, сильнее, масштабнее долгов? Потому что цель, на которой была изначально основана финансовая система центробанков – это купить весь мир. Итак, чтобы была возможность это сделать, тебе нужно все время печатать больше денег. Чтобы печатать, увеличить масштабы, тебе нужно предпринимать какие-то интересные нововведения. Это так. И одно из нововведений – это коронавирус. Далее война. А потом обратно к какому-то вирусу. И снова война. Объединение ОСПО. Потом снова война. Нужные поводы для того, чтобы печатать деньги. Печатать деньги, покупать компании, корпорации. И в конечном счете стать владельцем всего мира. Это единственная линия, на которой изначально повторюсь основана смысл центробанков. С кризисом под названием коронавирус у меня были отличные результаты. Потому что на долгосрок, неважно, что было в промежутке, какие новости выходили, никакая волатильность меня не выбыла из строя за все эти месяцы. Потому что когда ты знаешь основную механику и направление, для чего все это, ты зарабатываешь всеми, кто все сделал это, чтобы и заработать на этом. С войной я думал, что будет так же. И в этом списке я добавлял все нехорошие вещи, которые бы усугубляли ситуацию. И чем плохая ситуация становилась, тем хороший полный повод становился для того, чтобы начать делать принятые деньги. Также я говорил про процентную ставку. Что механика не позволяет увеличивать процентную ставку резко. Потому что с убогой экономикой, если ты еще и добавишь процентную ставку, все, у тебя будет крах. То есть ожидание касательно роста процентной ставки. Я был в этом прав. Мой список все время добавлялся плохими для меня, как трейдера, хорошими новостями, что санкции усугубляются, танки, количество увеличивается. Я покупал каждый раз до заседания объявления от ФЭД, что они будут повышать процентную ставку. Я покупал, они повышали процентную ставку, рейн окрос, потом рынок снова падал. То есть я был прав на действие на каждый срок, что я не хотел. Я хотел быть правым на долгосрок, потому что все мои действия только на цели, на это направление. Даже на плохую новость, что рост процентной ставки, это плохая новость для рынка. На плохую новость я во время ковида очень хорошо понял, что на плохую новость можно зарабатывать. Рынки будут реагировать обратно, позитивно. С ожиданием того, что ситуация усугубится, и это даст еще один помощь, чтобы делать принятых денег, чтобы питать корпорациям, чтобы им не было плохо. Понимаете? С другой стороны, покупать эти корпорации, печатая денег. То есть я правильно понимал шаги, что будут, но рынок на короткий срок меня радовал и потом падал еще ниже. И за все эти 3-4 месяца я старался понимать, где же я так ошибаюсь. Почему, если я правильно понимаю все? У меня же список растет, растет. Война реальная? Реальная. Там реальные войны, действия. Процентная ставка не будет расти? Нет, не будет. По маленькому. Потому что невозможно. Да, невозможно. Фед говорит о том, что невозможно. Да, он говорит о том, что невозможно. Почему рынок делает обратно? На 3-м месте я бы хотел делать видео, но я не понимал. Честно. Почему рынок делает обратно? Итак, рынок падал и мои следствия тоже. И очень сильно. Далее, что меня очень сильно интересовало, это 10-летние обликации штатов Америки. Они уже долгое время на нисходящем тренде. И вообще так, у тебя есть доллар, у тебя есть рынок акций, и у тебя есть 10-летние обликации. Тут, если что-то резкое случается, значит, что-то нехорошо там. Тут резкий рост, значит, беги оттуда, с рынка в акции. Тут резкое падение, значит, там по всей вероятности будет резкий рост. Далее, это то, что со всех сторон тебе говорят, что будет крэш рынка. А ты ставишь на рост рынков. Ты не можешь оправдаться, потому что, что ты скажешь? Что, ребят, я понимаю, что процентная ставка не может расти сильно. Деньги будут дешевыми. А экономику в очень же ужасном состоянии рано или поздно должны печатать деньги, чтобы помогать экономике. Эти деньги не будут идти в экономику. Сегодняшняя экономика – это рынок акций. Эти деньги будут идти в рынок акций. А значит, в рынке акций появится очень хороший покупатель. Тем самым, создавая ситуацию, что неважно, какая цена, мы идем вверх, начинаем идти вверх. Поэтому я ставлю вверх. Где ошибся? Нигде. Как оно происходит? Нет. Рынь падает. А значит, где-то ты не прав. Это очень ворный этот момент. Я всегда говорил и говорю, что мы пока что просто в коллекте. Ничего страшного не случилось с этими рынками. И когда все говорят, что будет краще, еще хуже, ты уже начинаешь об этом думать. Ладно, почему? Если ты уже не прав, может и далее не будешь правым? Были раз-два времена, когда Тенни Риорт резко начал идти вверху. Тогда я встал вообще на шипы. Но они очень как резко были движения, так и резко они гаслись. Что это мне говорило? Говорило о том, что опять же, ничего не происходит, чтобы направить на крэш. Что было далее? И что поставило? Сейчас уже могу сказать, что она была какая-то точка паузы. Все, всех этих бед для меня, это когда я посмотрел на акции Урна Баффета, компанию Berkshire Hathaway. Почему? Для меня это очень важно. И по сути, для меня это как, если честно будет сказать, оно очень похоже на индекс. Баффет имеет репутацию фантастического, успешного инвестора. И не с воздуха. И я на графике на акциях Урна Баффета понял, что тут почти гарантированное падение. И оно произошло. Но я на этом не заработал. Первое. После долгих мучений, первое правильное действие, это акции Баффета. Второе. Это нефть. Я поставил на понижение нефти. На долгосрок. Хотя на долгосрок у меня, касательно нефти, это направление вверх. Много чего мне говорит о том, что нефть будет держаться дорого. Основная отрасль автомобилей, чтобы отошла от бензина к электро. Самое легкое, что можно для этого сделать, это сделать цены на нефть высокие. В таком случае, со временем люди будут переходить на электровариант. Но на краткосрок я поставил на понижение нефти. И в группе написал, что я тут очень сильно ставлю, всем большие средства ставлю. Потому что все эти несколько месяцев меня просто добывают. Я просто остаюсь без денег. И что было интересно, я открыл сделку, и на следующий день, кажется, или на день после, вышла новость от ОПЕК, что количество нефти в рынке, то количество, которое нужно, они не могут это количество дать. Я сразу закрыл. У меня была позиция нефти вниз. Я закрыл эту позицию в ноль. Почему? Потому что, другими словами, это говорит тебе, в рынке нужно вот столько нефти, а у нас вот столько. Мы не можем дать вот столько. Что будет дефицит? Дефицит влияет на цену сразу вверх. Ну, ничего вверх не было. И я снова открыл сделку. Сейчас же она пока что идет вниз. То есть второе, в котором я был прав. Хотя, вот была очень сильная уловка. Потому что такая новость, это очень мощная новость, что нефти не хватает. Извините, мы не сможем даже дать вам. Что было интересно, вчера или позавчера была еще одна новость от ОПЕК, что мы вот так немножко просто добавим количества. Что это говорит? Опять же тебе говорят о том, что не хватает. Мы не решаем вопрос дефицита. Но я ничего не сделал с позиции абсолютно. И нефть продолжает падать. Что мне говорят о том, что я начинаю не попадать на уловки. Третье, в чем я был прав. И это было очень важно. Я так и написал. Это очень важно. Европейский Центробанк объявил о UBP. Unlimited Buying Program. Пошагово. Первое. Как только вышла новость со стороны Федеральной резервной системы о том, что они будут стабилизировать рынок, я сразу же сделал публичное видео «Делай так», это называлось, в котором я говорил, что если ты инвестируешь в прогресс, пожалуйста, не попадайся на уловки и манипуляции рынка. Что цены такие резко падают и все. Тут другие большие враги тоже входят в прогресс, и им будет легче за копейки брать ваши доли из этого прогресса. В конце видео я говорю, что интересно, что после таких падений нам новость, что Федеральная резервная система будет стабилизировать рынок. Сразу же рынок остановился. И я видел, сказал, что оно по всей вероятности будет идти вверх. Потому что долгое время падало. От паузы будут сжимать максимум. А это максимум только вверх, не оттуда вниз. А когда ИЦБ, Европейский Центробанк, сказал, что объявляет о бесконечном количестве покупок, то есть бесконечном количестве денег, то есть первое было падение. Я понимал все пункты, но эти пункты на рынке не должны были отображаться падением. Это важно. И я тут терял. Потом была стабилизация, что было правильно для меня. Я ждал стабилизации, рынок стабилизировался. И третье, это объявление состава ЕЦБ, Европейского Центрального Банка, об Unlimited Bank Program. Ситуация в Европе ужасная. Это дает повод печатать. Дает повод. И как только это заявление было, в пятницу, в субботу, мы об этом узнали. И полностью было оправдано ожидание на понедельник направления вверх всех рынков. Что и произошло. А что до сих пор держит рынки вверх, это то, что рынок дрессирован на то, что если что-то делает ИСБ, то жди это от Феда со временем. Но пока что поводов для того, чтобы объявить о ЮБП в США, даже учитывая то, что технически США находятся в кризисе, но это не дает тебе повода, объявка, объявить о ЮБП на данный момент. Я так, по крайней мере, думаю. Но после ЮБП я всегда отмечаю, что в зоне коррекции. Мы не можем ожидать что-то большее, если со стороны Феда не будет объявлено о каких-то конкретных решениях. И почему я делаю видео, вот это объяснительное видео сейчас? Потому что сейчас я в последние несколько дней понял, в чем я был неправ в марте и последующие несколько месяцев. Потому что ситуация с Тайваном, вот что показало мне. Если ситуация в Украине все показывала на то, что это реальная война, я ставил и говорил об этом на изменение масштаба войны. Если масштаб войны увеличится, и почему у меня был этот список, в котором я добавлял все эти плохие вещи, потому что все эти плохие вещи суммарно должны были изменить масштаб войны. Если бы масштаб войны изменился, это бы дало повод Феду печатать. Я готовился заранее. Покупал рынки. Масштаб не изменился. Ситуация с Тайваном мне показала, что этот масштаб и не должно было измениться. Потому что то же самое на колене ситуации, провокации, отправка военной техники в Китае, в море и на суще. Очень резкие высказывания я уже не пойму, поломного или нет, президента Байдена, что если насчет Украины и Америка не напрямую, оно не будет напрямую воевать. Но если вопрос о Тайване, да, его слова, ответ на журналистику, да, Америка в случае с Тайваном напрямую будет делать военные действия. все это, когда смотришь и составляешь еще один список, ты понимаешь, что, извините, но как-то не сходится то, что реально может быть. Что медиа делает? Медиа делает полная 24 часа пропаганда о том, что конфликт нарастает. Это то же самое было с Украиной. Я попался на это. К сожалению. Я попался на то, что конфликт в Украине может прорасти на полномасштабную войну. Но этого не случилось. Вместо этого конфликт в Украине проросло на экономический катастрофу в Европе. И когда говорят зима близко, вот реально зима близко для Европы. А из этого можно излечь прибыль. Это будет другое видео. Но и с Тайваном. Если будут полномасштабные военные действия, что должно быть? Мы до сих пор живем в мире, где вся военная техника, индустрия военная, она сидит на нефти. Нефть не двигается. Не значит ли, что это все пропаганда. А зарабатывать можно, если ты работаешь наоборот пропаганде. Так я зарабатывал во время ковида. И так я начал зарабатывать в последний месяц. Во время ковида была пропаганда. Все ужасно, все закрываются, всем плохо, бизнесы падают, акции росли. Я зарабатывал, четко понимая, что я работаю наоборот пропаганде. В последний месяц я сделал то же самое. И это видео, оно выходит после шести месяцев, потому что я бы хотел это, чтобы было на третьем месте, на втором, на четвертом, не знаю. Месяц ранее, значит, меньше финансовых потерь у меня было бы. Но я сейчас только понял, что вся Украина, действия в Украине, нарастание конфликта в Тайване, дали мне понять, что это только пропаганда. Далее буду делать видео, более на стандартном графике, потому что понять основные линии пропаганды и сориентировать свои действия против пропаганды. Думаю, что очень интересные времена нашли, потому что факт остается фактом, что нестабильные ситуации уже во всем мире. И если получится воспользоваться возможностями, чтобы зарабатывать, исходя из этих ситуаций, вот это все будет интересно. На данный момент, пока рынок держится на ожидании, что ФЭД рано или поздно объявит UBP, об этом сделаю видео и посмотрим, насколько это реально, что ФЭД может этого сделать. И насколько реальные ожидания рынка. Вот и все, буду делать видео уже в несколько дней, потому что груз упал. Были очень трудные месяцы, очень трудные времена для меня, но я рад, что из-за ситуации Тайвана я наконец-то понял, почему мои ожидания тогда были не вправ. Продолжение следует...